Благотворное влияние погоды. Этот год можно смело занести в актив не только земледельцев, но и животноводов. Запасов корма, по оценкам, хватит и только на грядущую, но и на последующую зимы. Не стало исключением в этом плане одно из крестьянских хозяйств Бурлинского района. Животноводство из давней народной традиции уже давно переросло в выгодный бизнес. Причем такое дело в короткие сроки можно поднять благодаря грамотному труду. Немалую роль играют и погодные факторы. Пример того – хозяйство Достоконас, которое работает уже больше года. В 2022-м мы посеяли 506 гектаров ячменя, 518 гектаров пшеницы, 300 гектаров сафлора. Почти 700 гектаров у нас было под парами, которые сейчас засеяны озимыми культурами, озимой рожью, озимой пшеницы. Сходы получили уже на данный момент, на сегодняшний день. Площадь под ячменем убрана, сейчас идет уборка яровой пшеницы. По словам представителей крестьянского хозяйства, этот год выдался урожайным. Так, из собранного ячменя 108 тонн пойдет на последующий посев, а 500 тонн выставят на продажу. Сейчас есть проблема в отсутствии места для хранения продукции. И если для сафлора место нашлось, то вот ячмень и пшеницу хранить негде. Однако ситуацию фермеры стараются решить своими силами. Теперь стоит задача продать то, что мы собрали. Это пшеница и ячмень. Если руководство района нас поддержит, то было бы хорошо построить небольшую мельницу. Мы бы смогли сами заниматься переработкой зерна. Делали бы муку и продавали ее в районе. Я вот, например, посмотрел вчера в магазине. Там 50 килограммов муки стоит почти 13 тысяч тенге. Если бы мы делали муку сами, то продавали бы дешевле за 10 тысяч. Теперь в планах у крестьянского хозяйства заняться скотоводством, закупив казахскую белоголовую. Корма для них заготовлены, а сами животные прибудут в течение следующих одного-двух месяцев. В настоящее время на ферме работают 27 человек. Для них здесь созданы все условия для проживания. К слову, в следующем году фермеры планируют расширить пассивные площади.